Всем привет! Итак, 11 июля стартует очередной тренинг по защите каракан. На этот раз мы будем разбирать линию, связанную с разменом на d5 и немедленным ходом c4. Почему именно с ходом c4? Потому что тренинг по просто разменному варианту, по этой позиции, он у меня запланирован на август. То есть буквально через неделю после окончания тренинга по атаке по новой в защите каракан с ходом c4, у нас стартует тренинг по разменному варианту. Для чего нужно участвовать в этом тренинге? Ну, во-первых, возникают позиции с изолированной пешкой. Тот же доктор Тарош, если не ошибаюсь, сообщал, что кто не умеет играть позиции с изолированной пешкой, тот не умеет играть в шахматы. Савелий Тартаковер, правда, был мнением такого, что изолированная пешка распространяет уныние на всю доску. И в связи с этим вдвойне необходимо каждому шахматисту уметь играть позиции с изолированной пешкой. Возникает она, вот эта изолированная пешка d4, не только из атаки по новую, то есть и из ферзио гамбита, из славянской защиты. Мы получаем целый класс позиций с изолятором и, соответственно, с позициями, которые могут возникнуть, то есть с изолированной парой, это пешки c3 и d4, и с висячими пешками c4 и d4 против пешек e7 и b7. Все эти типы позиций нужно обязательно уметь играть. Плюсы изолированной пешки, они очевидны. Контроль над полями d4 и c5, ой, e5 и c5 над важными полями. Минусы тоже очевидны. У противника есть поле d5 образуется. У черных, ну, основной ответ здесь конь f6, у белых конь c3. И дальше мы будем изучать все возможные ходы. Это конь c6. Ход, который любил Михаил Моисеевич Ботвинник, это e6. Ход, который приводит к позициям либо из защиты Немцовича, либо из ферзевого гамбита. И ход g6, который я считаю сильнейшим, и который приводит к позициям, скорее, защиты Грюнфельда. Там, да, есть несколько пересечений. Так, в общем, да, сейчас расписание открою. 11 числа стартует нулевой турнир с контролем 3 плюс 2 на Лечесе в 17.00 Москвы. И стартует он с позиции... Сейчас давайте еще раз покажу вам. Так, 2 секунды. Стартует он вот с этой позиции, этот турнир. Потом у участников тренинга будет время для изучения теории, теоретических файлов. То есть сразу после окончания турнира я вышлю, постараюсь максимум теоретических роликов и теоретических файликов всем участникам тренинга. Ну и, как обычно, для тех, кто в тренингах еще не участвовал, сообщу, что главные плюсы у него это быстрое погружение в теорию, немедленная проверка идей в турнирах, а также совместный анализ партий. И, пожалуй, более быстрого способа изучения варианта нет. Теперь по поводу цены. То есть для тех, кто у нас новые участники, стандартная цена 2000. Для тех, кто участвовал более чем в пяти этапах тренингов, стоимость 1500. И тем, кто участвовал в тренингах по атаке Панова, а таких было несколько у меня, стоимость, соответственно, 1000. То есть, чтобы освежить в памяти, проверить, не потерянны ли навыки. Ну, и, пожалуй, еще раз давайте я вам покажу расписание. То есть с 11 по 25 июля у нас будет тренинг по атаке Панова. И сразу за ним, фактически, то есть с 1 августа тренинг по разменному варианту в защите Каракан. На этом тренинги по защите Каракан у нас закончатся. И я буду готовить тренинг по каталонскому началу. Все, всем спасибо. Записывайтесь на тренинги.